Приветствую вас, друзья! Вы на моём канале «Как мы живём во Франции». Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам рассказать, какая у нас во Франции обстановка. Наверное, другие блогеры об этом тоже рассказывают. Вы, наверное, знаете, кого это интересует, конечно. Много у нас событий произошло в последнее время разных. Разных. Постараюсь быть объективной, но иногда, знаете, весело просто, когда слушаешь новости. Было бы так весело, если бы не было так грустно. Вы знаете, я совершенно серьёзно отношусь к этой болезни. И дочь у меня болеет COVID-19 с марта прошлого года. Вот уже будет год. Тяжёлое очень заболевание. Сделаю отдельное видео на эту тему. Я знаю, что многие пострадали. Я знаю, что горе это принесло в семьи. Но я не об этом хочу поговорить. Я хочу поговорить, рассказать вам, вернее, о том, что происходит во Франции в плане административных мер. И как вообще мы себя здесь чувствуем. Наверное, лучше всего рассказать в хронологическом порядке. Даже не помню дату точную. У нас действует санитарный паспорт. Пас-санитер. Пропуск санитарный. Санитарный паспорт. Его нужно предъявлять, вот по законодательству, его нужно предъявлять, например, когда вы идёте в рестораны, в кафе, в кинотеатры, в библиотеку, во многие государственные учреждения, в том числе и в госпиталь. И этот паспорт у нас уже очень давно, даже не помню дату, но около года, наверное. Ну, хорошо. У кого он есть, у кого его нет. Основания на сайте, государственном сайте прописаны чётко, что основанием являются прививки, но при соблюдении определённого срока. Например, такие прививки, как Pfizer, Moderna, нужно ждать 7 дней после второй прививки, чтобы паспорт был действительный. Есть другие прививки, например, Johnson & Johnson. Это одна всего прививка, и нужно ждать 28 дней, чтобы получить этот санитарный паспорт. И те люди, которые переболели, они тоже получают одну прививку, и нужно ждать 7 дней, чтобы получить свой санитарный паспорт. Кроме вот этих случаев, вы можете сдать тест ЭПЦР или антиженик. Ну, там по-другому, может быть, у вас они называются. И во Франции он действителен 24 часа. Это тоже даёт основание на получение этого QR-кода и санитарного паспорта. И также люди, которые переболели ковидом, но этот паспорт они могут получить только через 11 дней после выявления с помощью позитивного теста этого заболевания. И до 6 месяцев с этой даты полагается также санитарный паспорт. Причём проверка на наличие антител не обязательно. Точно так же, если после 6 месяцев у вас ещё много очень антител, никто не проверяет, положена вакцинация, если вы хотите получить санитарный пропуск. Ну вот, санитарный паспорт в силе до сих пор. Но вот буквально в праздники, в Новый год, перед Новым годом, наш премьер-министр и президент и, короче, их команда, они унесли предложение о том, чтобы трансформировать санитарный паспорт в паспорт вакцинальный. То есть, обязательной вакцинации у нас нет. Но есть обязательная вакцинация для некоторых категорий населения. Вроде ты не обязан, но если ты врач, например, и ты не вакцинированный, ты не имеешь права работать. В некоторых учреждениях точно так же. Люди, если они не вакцинированы, дело добровольное. Но ты не вакцинируешься, значит, увольняйся. И, конечно, охвачено очень большое количество людей. Наверное, где-то 73 четверти населения провакцинировано. Но очень распространены фальшивые санитарные паспорта. Об этом говорят официально на телевидении. И уже начали, конечно, расследование, чтобы находить такие паспорта. Способы разные. У нас даже о них на телевидении рассказывали люди, которые этим пользовались, которые этим воспользовались, чтобы сделать фальшивые паспорта. И очень много было наложено штрафов. Штрафы все время повышаются. Размер штрафа повышается. Там очень большая сумма. Но как бы доказать это сложно. Сейчас у нас по законодательству полагается третья доза вакцины. Срок должен пройти не более 7 месяцев после получения второй вакцины. Если вы этот срок пропустили, то ваш санитарный паспорт просто дезактивируется. Он недействительный. Это вступило в действие с субботы, с воскресенья, с 15 января. Таким образом, так как многие люди отказались делать третью дозу по различным соображениям, то около 600 тысяч французов потеряло свои санитарные паспорта. Они недействительны. Даже комментировать не буду. Ну и вот в это же время наш премьер-министр и президент создали проект закона, который вначале был рассмотрен на специальной комиссии, потом он был рассмотрен в первом чтении в Сенате, потом в первом чтении в Национальной ассамблее. В двух словах этот закон предусматривает замену санитарного паспорта на паспорт вакцинальный. То есть там остаются некоторые положения. Если вы болели, у вас антитела, вы какое-то время можете еще иметь этот вакцинальный паспорт. То есть это есть основанием для не только вакцины, но и болезни в течение определенного срока. Но отменяются как бы тесты. Хотя уже все открыто об этом говорят, и даже министры здравоохранения все, что люди, которые провакцинированы, могут заразиться и могут заразить других. Согласно этому проекту, получается, если ты вакцинированный, у тебя будет вакцинальный паспорт, ты можешь пойти в любое учреждение. Но ты можешь заразить, потому что ты можешь быть положительным, но тест необязательный. А если человек здоровый, и он сделает тест, причем тесты у нас сейчас платные, 40 с чем-то евро стоят, он сделает тест, но он будет отрицательный, этот тест, то человеку вакцинальный паспорт не положен, паспорта вакцинации. Его не пустят никуда. И вот этот, значит, проект закона, он обсуждался уже и один раз в Сенате в первом чтении, потом в Национальной ассамблее в первом чтении. Некоторые изменения, поправки вносились по ходу. Потом он опять вернулся в Сенат, опять обсуждался в Сенате. Я немножко следила, но, честно говоря, это утомляло, потому что разные там были высказывания. И потом он вернулся опять во второе чтение уже в Ассамблею национальную. Он был принят, окончательно принят в Национальной ассамблее, причем большинством голосов. Но следует сказать, что многие депутаты отсутствовали в силу каких-то причин. И более того, это было сделано, заседание шло в воскресенье, то есть так спешили провести в действии этот закон, что даже в воскресенье работали. Но депутаты, которые были не согласны с этим законом, они обжаловали в Конституционный совет. И вот к концу недели должно быть решение Конституционного совета по этому вопросу, будет этот закон принят или нет. Но с ним, конечно, торопились, потому что каждый день показывает, что меньше и меньше необходимости в этом законе. Кроме того, там были такие положения в этом проекте закона. Я, честно говоря, поначалу я отслеживала, потом уже плюнула на это дело. Такие были позиции в проекте закона, что, например, в поезде ты не имеешь права кушать. Запрещается есть в поезде, в поезде дальнего следования. Когда высказывались министры, один говорит, ну вы можете кушать в случае крайней необходимости, если вам это жизненно показано. Ну а кто будет определять, показано это или не показано? Позиция проекта закона о том, что запрещено в кафе употреблять пищу или напитки стоя. Вот сидя ты можешь кушать, а стоя ты не имеешь права даже бокал пива выпить. Ну, я не думаю, что это вообще такие основные вопросы, которым следует уделять внимание прямо в законе. Но я хотела быть объективной и не очень высказывать своё мнение. В этом же проекте закона, в этом законе, уже утверждённом ассамблеей, но обжалованном в настоящее время, поэтому его действие приостанавливается до решения Конституционного совета. Он ещё не введён в действие, получается. И много позиций было о вакцинации детей. Но посмотрим, что они примут в окончательном варианте. Вы знаете, у нас иногда смотришь телевизор, ну, я редко его смотрю, но иногда хочется просто быть в курсе последних событий, так как общения сейчас мало, я стараюсь поменьше выходить даже на улицу. Жду, пока это всё успокоится, устаканится. И получается, что разные высказывания. Почему-то многие из тех людей, которые провакцинировались, проявляют иногда агрессию к тем, кто этого не сделал. И как бы призывают их к ответственности. Но это же не обязательно. Человек имеет право выбора пока. Некоторые деятели, некоторые врачи у нас работают на телевидении. Они постоянно ведут пропаганду. Они, наверное, уже не практикуют как врачи. Они чисто консультанты. И вы знаете, некоторые депутаты тоже... А некоторые вообще высказывают страшные вещи. Они говорят, что если вы не провакцинированы, вы выходите на улицу и знаете, что вы сегодня убьёте кого-то, какого-то человека, вы заразите. Но как так можно говорить? Как так можно говорить, когда сейчас уже доказано, уже все говорят, и правительство говорит, что вакцинированные тоже заразны. Более того, они говорят, что действие третьей вакцины, что она защищает хорошо от ковида, даже от омикрона последнего. Но действие непродолжительное. Около 10 недель. Высокая степень защиты. Но что они говорят, что в какой-то степени это уберегает от сложных форм, хотя это не доказано. Вот такие вот у нас события происходят. Так что мы ждём уже новостей по этому проекту закона. А так этот вариант, который очень сильно отличается от самого первого варианта ковида, нам говорят, что он намного легче, легче переносится, но очень быстро можно заразиться. Надо быть бдительным. Наш уважаемый президент официально заявил, значит, было совещание, это было не публичное выступление президента, но это было совещание, такое вот пресс-конференция какая-то небольшая. Это всё транслировалось по Франции и за рубежом. И он сказал, конечно, надо знать, что ни один президент просто так ничего не скажет. Они фильтруют каждое слово, которое они говорят. У них для этого команда целая. Поэтому считать, что это было просто словом вырвавшимся случайно, это смешно. Наш уважаемый президент сказал, что так как уровень вакцинирования в стране оставляет желать лучшего для руководства, то он хочет, он употребил слово французское, которое слово не совсем приличное, можно сказать, но оно не ругательное, оно встречается в литературе и даже на телевидении, но оно некрасивое слово. Если дословно перевести, дословного перевода даже нет, я бы сказала на русский, если дословно перевести, то это слово достать, создать проблемы, разозлить. Вот он сказал, что у него очень большое желание достать невакцинированных французов, и что такие французы, они безответственны, и что они вообще не граждане. Это вызвало широкое обсуждение в средствах массовой информации, и высказывались разные предположения, почему это было сказано. Было предположение о том, что это было сказано продуманно, умышленно, для того, чтобы привлечь больше еще на свою сторону людей, которые провакцинировались, и настроить их против тех, кто не вакцинировался. Ну, тут мы можем только догадываться, но вы знаете, об этом очень много говорили. Как это люди не граждане? А кто они? Они же не преступники. Это дело добровольное. Даже врачи, которые не хотели вакцинироваться, они уволились. Они ничего не нарушили. Почему людей так называть? Что они безответственные, и что они не граждане. Потом президент выступил с тем, что он объяснил, почему он так сказал. Он сказал, что это было неофициальное выступление, и что это была беседа. Ему и его команда подготовила встречу с представителем. Там человек 20, наверное, 30 было. Ему задавали вопросы. И в том числе там были представители медицинских учреждений. Было две медсестры. И вот одна из медсестер, это со слов президента я говорю, и одна из медсестер якобы сказала, что ей надоело, что в больницу, в отделение интенсивной терапии, в реанимацию поступает большое количество невакцинированных. И ей уже надоело это. Я подробно не помню, то ли ей надоело их спасать, то ли... Короче, она сказала, что ее это достало тоже уже. Две медсестры там было. Конечно, эти две медсестры, но мы же понимаем, что это не первые попавшиеся медсестры с любого госпиталя. Это люди, которых заранее пригласили, дали им руководство к действию. Вот. И... Вы знаете, об этом никто не говорит, о словах медсестры, но на самом деле я просто... Хотя хотела сделать вот это видео полностью объективным, просто перечислить факты, ничего от себя не говорить. Но как можно? Как можно медсестре такое говорить? Это получается, если бы она сказала, ну извините, может, если я резко выскажусь, я не хочу никого обидеть. Это можно, мне кажется, приравнять к тому, что если бы она сказала, а мне надоело полных людей лечить от диабета, они много кушают, сами виноваты, сами себя до этого довели, а теперь мы их должны лечить. Или, например, тех же людей, которые употребляют запрещенные продукты, которые нуждаются в лечебной помощи, а если бы она сказала, мне надоело их уже принимать в госпитале. Но как так можно? Как? Я не понимаю. И вот почему-то об этой медсестре никто больше не говорил, по крайней мере, я так не слышала. Но она, может, хорошая медсестра, но нельзя так говорить, такие слова. Я за равенство, за то, чтобы уважали каждого человека. Каждый человек достойен уважения. в колесном е, Продолжение следует...